Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы начинаем занятие, рассматривая партию Капабланки. Маршал Капабланка, сыгранная в Нью-Йорке в 1909 году. Мы начинаем рассмотрение творчества чемпиона мира Капабланки. Итак, Д4, Д5. Капабланка играет чёрными. С4, Е6, КЦ3, С5. Капабланка играет в защиту Тараша. С до ЕД, КФ3, КЦ6, Ж3. Ну, это называется система Рубинштейна в защите Тараша. В принципе, главная система. С4, Е6. Ну, сейчас ходят по-другому, но ход возможный. С4, Ж2, С7. Брокировка, КФ6. И С5, белый сыгранная. Капабланка отвечает, КЕ4. Слон бьёт Е7. Ферзь бьёт Е7. И белые пошли, КЕ5. Ферзь бьёт Д4. Ферзь бьёт Е4. Ферзь бьёт Е7. Ферзь бьёт Е3. Ферзь бьёт Е3. На слон Е4 чёрные сыграли ладья Д8. И на Е3 был ход КБ3. Чёрные выигрывают качество. Конь Ф3, шах. Конь бьёт Е3. Ферзь бьёт Е3. Ферзь бьёт Е3. Брокировка. Ну, позиция равная. Небольшой. Значит, белые могли пойти здесь Ферзь бьёт Е7. Ферзь бьёт Е7. Ферзь бьёт Е7. Ладья Е8. Слон Е2. Ладья Е2. Небольшой перевес. У чёрных незначительный. Ладья Е2. Ладья Е2. Слон D5 был ход такой тактический. Слон бьёт Е5. Ладья Е1. Слон не может уйти из-за мата. КФ8. Ладья Е5. Ладья Е2. Ну, в общем, примерно равная позиция в Эншпиле. Но Маршалл сделал более острый ход. Ладья Е1. Чёрные защитили пешку. Ферзь Е4. Ферзь С7. Ладья Е3. Б5. И вот, чем эта партия для нас полезна. Капабланко получил пешечный перевес на ферзьевом фланге. И будет стремиться здесь образовать проходную пешку. И вот это часто встречается. И нужно знать, что в таких позициях 3 пешки против 2-х дают перевес тому, у кого 3 пешки. А на королевском фланге реализовать пешку сложно. А3. С4. С3. Ладья Е8. Ладья Е1. Ладья Е1. С1. Ладья Е1. Чёрные ещё занимают линию D. С3. Ж6. Уже некоторый перевес у чёрных. Белые пошли на размен. Ферзь С6. Ферзь Е5. Капабланко сразу не меняет. А на ферзь Е4 он уже побил. Дал шаг. Король Ж2. А5. Надвигаются пешки на ферзьевом фланге. Хотя пешек поровну, но чёрные имеют там перевес. И могут образовать проходную пешку. Ладья С2. Б4. Уже ближе пешки. АВ. АВ. У чёрных уже лучшая позиция. Можно сказать, что уже хороший перевес у чёрных. С3. Ладья B1. Интересно здесь именно посмотреть, как Капабланко реализует такой перевес. С2. Б3. Ладья D2. И ладья C1. Угроза ладья C2. И после ладья C2. Уже всё, пешка проходит в ферзи. Поэтому белые играют слон D1. И чёрные играют C3. Уже проходная на B3 у чёрных. И такой ход находится. Б2 сразу. Белые должны взять. Ладья вьёт D1. И у чёрных уже слон за две пешки. То есть, уже позиция выигранная материально. Ладья C2. И такой ход. С5. Нападает на ладью. Белые ещё пытались, думали, пешку начать двигать. Ладья B2. Ладья C1. Не тут-то вышло. Ладья B3. Белые единственно защищают свои пешки. Шаг слоном. Если белые закроются здесь F3. Последует шаг. И на король H3 просто слон бьёт F3. Чёрные отыгрывают важную пешку. С подавляющей позиции. Король H3. Тогда ладья C2. Нападает на F2. Ф4. И H5. Чёрные начинают строить матовую сеть. Вокруг белого короля. Например. Ладья A3. Слон F3. Король H4. Ф6 окружает. И надо играть уже G4. HG. Ладья A1. Ладья H2. Ну, уже выигранная. Уже поровну пешек. Лишняя фигура. Да ещё и чёрные начнут здесь... Надвигать... Строить мат. Ладья B6. Ладья H2. Король G3. Ладья H3. Король F2. Слон Е4. Король Е2. Ладья H2. Король Е1. И G3 пешка. Просто идёт ферзей. Это, возможно, был вариант. Поэтому белые пошли здесь. G4. HG. Король бьёт G4. Вынуждены ещё отдать эту пешку на H2. Всего одна пешка за фигуру. Ладья B4. Ф5. Ф5. Шах. Если король G5. Король F7. Ладья бьёт. Должна бить слона. И всё равно идёт мат. Поэтому король G3. Ладья Е2. Напал на пешку. Защищать нечем. Ладья C4. Ладья взяла. Уже поровну пешек. Король H4. И начинает король ещё приближаться. Шах. Король F6. Ладья D7 была сыграна. И слон G2. Грозит мат на H3. Например, C4. Ладья H3 мат. Белые дали шах. И после король G7. Ладья D7. У них нет защиты, так как король идёт на H6. Не с F6, так с H6 окружает. И потом ладья H3 мат. Вот, например, шах. Король H6. И маршал признал своё поражение. Значит, что мы с этой партией можем подчеркнуть? Это как Капабланко получил здесь преимущество. В такой позиции преимущество. Пешечный перевес на ферзевом фланге. Часто встречается в шахматах. Часто белые получают такой перевес. Например, если в сельцелянской защите варианта Лапина. Часто белые имеют там перевес на ферзевом фланге. И часто чёрные проигрывают именно из-за этого. А тут C4. И реализация этого перевеса просто образцовая. Ну что ж, мы заканчиваем на этом наше занятие. В шахматной школе Евгения Гринеса. Посетите мой сайт grinis.de Или по-английски grinis.de Или по-немецки grinis.de Там вы можете найти много партий прокомментированных, а также тысячи партий не прокомментированных, но очень полезных. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.